Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Давайте воспользуемся успехами этого лета! Груша у нас чистая, без болезней. И соберем листочки груши для лечения. Лечения многих заболеваний, профилактики, лечения. В первую очередь, заболеваний почек. Листья груши, богатые биологически активными веществами. И таким очень важным, известным лечебным средством, как арбутин. Арбутин содержится в листьях брусники, толокнянки. По этой причине они являются лекарственными растениями. Однако, и у брусники, и у толокнянки в листьях содержится слишком много дубильных веществ. Из-за чего их принимать неприятно. Они очень терпкие, вызывают неприятные явления в желудке. А вот чай из груши, напротив, получается совершенно чудесный. Как раз теперь самая чудесная пора, чтобы собирать листья груши. Их можно собирать с июня по конец августа. А если сентябрь теплый, то даже можно и в сентябре. Самое главное, чтобы на листьях груши не было повреждений от вредителей. И не было каких-то значительных повреждений от болезней. В первую очередь запрещаются повреждения от ржавчины. Собираются листья груши очень просто. С черешком или без него. Без разницы. Наберем пакет. Вот мы собрали листья груши. В процессе сбора они могли немножко повреждаться. Это совершенно не страшно. Ведь перед следующим этапом мы должны их как следует размять. Размять их можно руками. Можно между ладошек скручивать. Можно вот так вот разминать. Но для облегчения и ускорения процесса можно скалкой это делать, как я показывал в предыдущем своем видео о ферментации листьев малины и ежевики. Но для ускорения процесса, для облегчения процесса и для того, чтобы обработать большое количество листьев, можно их, конечно, заморозить. Уложить в морозилку на пару дней. После размораживания клеточки повредятся и сок сам выйдет в листик. И начнется процесс ферментации. Поэтому выбирайте любой вариант, который вам больше подходит. По окончании процесса разминания или заморозки поместите листья в чистую посуду, любую, кроме алюминиевой. Закройте как следует крышкой и оставьте в темном или светлом теплом месте на 3-5 дней для ферментации. Ферментация заканчивается, когда листья приобретают коричневую окраску. После этого листья можно подсушить обычным образом на бумаге или ткани, либо использовать специальные сушилки. Высушенные листья можно измельчить наподобие черного чая. Чайная ложка измельченных листьев груши на стакан кипятка дадут вам очень полезный напиток, который можно потреблять в количестве от 1 до 3 стаканов в день для взрослого человека. Такой напиток очень полезен всем, кто заботится о своем здоровье, поддерживает здоровое состояние почек и хочет мягко, но верно избавиться от многих воспалительных процессов в организме. Пейте этот ароматный и очень полезный чай на здоровье! Пейте этот ароматный и очень полезный чай на здоровье!